Сегодня Альберт согласился начать, как я надеюсь, нашу некоторую серию семинаров, скажем так, по самообразованию по нейронным сетям. Цель всех семинаров, чтобы разобраться в теме, рассказать другим и дать возможность другим поспрашивать, разобраться и понять, о чем это нужно. Альберт, вам свобода действий. И Альберт внезапно, да. Так, вот я вернулся и микрофон заработал. Все, у меня почему-то не включался. Так, хорошо, давайте начнем. Демонстрирую экран. Начинаю презентацию. Да, ну, наверное, все знают, что сегодня я буду докладывать, рассказывать про такие вещи, как механизм внимания и трансформеры в подходах к решению задач с помощью нейронных сетей. Вот, буду в основном акцентироваться все-таки на задачи типа НЛП, обработки языка, машинного перевода, потому что оттуда это возникло исторически и естественным путем. Но, тем не менее, я буду указывать, что на протяжении всего доклада, что эти подходы применимы и в наших задачах по физике в том числе. Так, небольшой план того, что сегодня будет. Сначала очень кратко про сами задачи типа НЛП, обработки речи, рекуррентные нейронные сети, как одни из способов решения. Потом расскажу про механизм внимания в этих самых моделях перевода, обработки речи. Оттуда растут, собственно, корни. Дальше расскажу про self-attention. Такое улучшение обычного механизма внимания. Вот, и покажу, что он полезен на самом деле всем, включая физиков. Вот, и дальше, если успеем, расскажу про архитектуру трансформера, которая просто, по сути, производная от self-attention. Так, с этим планом все. Давайте приступать. Значит, смысла углубляться глубоко в обработку языка с помощью нейронных сетей у нас, наверное, нет. Поэтому, вкратце, я дам несколько таких идей, которые проясняют суть ситуации. Значит, для обработки речи применяют следующие вещи. Мы, во-первых, текст для подачи нейронных сетей разбиваем на... Предобрабатываем. Мы разбиваем его на так называемые токены. Буква. Отдельные слова. Или элементы слов, которые как отдельные единицы языка поступают. Во-вторых, полученные токены мы умеем кодировать, преобразовывать в векторы. Эта процедура называется embedding. Просто мы преобразуем, по сути, какой-нибудь элемент текста в вектор фиксированной длины. При этом некоторые алгоритмы даже сохраняют близость этих с токенов, этих слов по смыслу в виде близости между вот этими векторами, например, в виде косинусной меры близости этих векторов. Вот и в таком векторном виде эти слова, наш текст, кодируются и подаются на вход неровных сетям. Значит, одной из главных моделей обработки речи у нас является регулятор неровных сетей. Не только речи, а вообще любые последовательности на самом деле. Любых данных, которые предстоимы в виде последовательности векторов. Прикурентная неровная сеть, сокращенная РНН, они хороши тем, что они как бы читают предложение слово за словом, кодируя внутри себя его контекст. Значит, как это достигается? Учти, есть какой-то вектор состояния. Мы делаем какой-то вектор состояния на картинке, например, он изображен в виде такой зелененькой трапеции ZT. В моменте времени T у него какой-то внутри есть вектор ZT. В него закодировано все, что сеть видела до этого момента. Далее на вход подается некоторый новый набор данных XT. Он конкатерируется или как-то еще подмешивается к этому вектору состояния. Затем в некоторой матрице весов мы просто делаем линейное преобразование над этим вектором, преобразуя его... Ну, над этим новым конкатерируемым вектором преобразуя его в какое-то новое состояние. Той же размерности, которая была в самом начале. Ну, еще добавляется, конечно, нелинейная активация, потому что мы хотим нелинейную модель. Ну, здесь, например, сигмоиды нарисованы. Вот так контекст при добавлении слова к вектору состояния обновляется, получается новый вектор состояния. Вот, и применяем такую вещь просто шаг за шагом. Здесь это изображено. Мы применяем, по сути, одну и ту же модель с одними и теми же весами, с этими омега, и в конце получаем просто представление всего текста, всех инпутов. Каждый инпут — это отдельное слово, да, как он идет в последовательности предложения. Вот, и на выходе получаем просто один вектор, который кодирует весь наш текст. Вот далее этот вектор можно сохранить как просто какой-то кодирующий вектор, да, потом решать задачи типа классификации текста. Можно подавать в какую-нибудь другую нейросеть, которая декодирует его, да, и переводит предложение целиком, потому что оно тут представлено, как в этом векторе. И так далее. Здесь же мы получаем не обязательно один вектор на выходе правильно. Да, да. Можем, конечно, сохранять не только последний вектор, можем сохранять вектора на каждом из как бы инпутов. На каждом шаге чтения последовательности можем сохранять выход этой модели. Вот этот зеленый вектор можем не просто представлять как вход для input1, да, вот этого, вот этой, вот этого шага. Можем его отдельно сохранить, и на выходе получать целый массив из таких векторов. Да, это тоже разрешено. Вот, и, собственно, то, что я сейчас хотел сказать примерно, это то, что мы можем использовать в реперетной нервной сети как энкодер текста, то есть сохраним последнее состояние в виде такого кодирующего. чего-то, что кодирует наш текст. Или можем позакодировать таким образом представление текста и генерировать там новый текст. Например, вот то, что я говорил, да, только что, что можно сохранять каждое состояние, это можно использовать для генерации текста. То есть мы, скажем, подаем на вход первое слово какое-нибудь и хотим, чтобы он по какому-нибудь кодирующему английский язык, ну, прям целиком, вектору, генерировал нам новые слова, которые дают по смыслу что-то разумное. Вот. Таким образом, мы даем на вход слова Z, он генерирует какой-нибудь X1, который cat. Z cat. Этот cat мы даем на вход, опять же, нервной сети, этому же самому юниту на следующем временном шаге, чтобы он сгенерировал следующее слово. Вот. Таким образом, у нас входом для нового временного шага является вся предыдущая последовательность. Например. Так, так, так. Вот. Ну, на этом про архитектуры рекуррентных нервных сетей пока закончим. Давайте я буду подводить немножко к вниманию на примере задачи машинного перевода или вообще любые задачи, которые являются так называемой сек-то-сек-задачей, то есть, преобразование одной последовательности к другую последовательность. Но в переводе понятно, почему это так. Мы берем на вход последовательность слов на одном языке, хотим получить последовательность слов на другом языке. Значит, здесь самая простая еще архитектура, которая позволяет это делать, и на ее примере я поясню, что такое внимание. Значит, рассмотрим следующую модель. Вот у нас есть наш, ну, скажем, рекуррентное представление, рекуррентная сеть с энкодер, выступающего в роли энкодера. Мы на вход в течение времени подаем вот эти слова и на выходе получаем вот один вектор, который кодируется в последовательности. Вот он обновляется в состоянии, да, вот так кодирует этот весь текст машинный уровень дисплейт. Далее, вот этот итоговый вектор состояния можно подать как вход, как состояние декодера, который будет генерировать нам выходную последовательность на каком-нибудь другом языке, а здесь, например, на испанском. Значит, он сгенерировал первое слово L, подал его на вход как бы следующему ременному шагу и подал свое внутреннее состояние. Вот, генерирует новое слово и так далее до конца, пока мы не переведем весь текст начальный. Вот здесь вот просто еще раз изображена вот эта модель машинного перевода. Решение задачи сектору, сектор, декодер. Сначала кодируем последовательность, потом генерируем новую правильным образом. Вот такая модель вполне имеет место, имеет право существования, вполне работает, ее можно обучать, но у нее есть довольно большой недостаток. Значит, у нас, по сути, то, что мы сделали, это закодировали весь текст просто одним вектором. Он кодирует все предложение. На самом деле, это не очень хорошо, потому что, представим, что мы даем на ход последовательность большой длины. Закодирование вот этого всего длинного предложения, там, 100 слов, допустим, у нас включает один вектор, и он так устроен, на регуляторе, что он больше обуславливается на недавние элементы последовательности, на последние слова, а первый уже может забывать. Значит, в итоге такая модель, мы ожидаем, что такая модель с ростом числа слов в предложении, или числа элементов последовательности, не знаю, сработавших детектор, будет постепенно деградировать, у нее будет падать качество. Хочется учесть все слова, все состояния энкодера, которые были в момент чтения текста, чтобы подать это все к декодеру. Значит, для этого с этим помогает механизм внимания. Давайте объясним так, давайте для текущего состояния декодера и каждого состояния энкодера, то есть, вот у нас есть такое состояние энкодера, вот наше зелененькое состояние декодера. Для каждого посчитаем какое-нибудь просто число, меру близости, допустим, между этими векторами, те же самые косинственную меру, или просто тот продукт, что-нибудь такое. вообще любой функционал, который по двум векторам у нас дает одно число. И полученные числа для каждой пары назовем attention scores, очки внимания. Значит, далее из полученных attention scores мы можем сделать, по сути, вероятности вектор. Ну, например, просто применить функцию softmax, которые больше очки, больше числа переводят в большие вероятности, в меньшие и в меньшие вероятности, так, чтобы они суммировались в единичку. Получаются такие веса. Вот. Ну и в следующем шаге давай просто просуммируем все вот эти веса, точнее, просуммируем все состояния энкодера, вот эти все векторы синенькие, с вот этими весами. С весами внимания. То, что мы получаем на выходе, получается просто один вектор, который отражает все предложение, контекст всего предложения, и в него, причем, входят только те стендекодеры, которые наиболее важны вот по этим attention scores. Сейчас, имеется в виду, что для первого слова в том, что мы хотим перевести, а не для всего смысла предложения, как бы, да? Да, 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 сейчас мы говорим только про то, что мы сидим в первом состоянии энкодера, которое будет генерировать нам первое слово, да, и мы смотрим из него на все слова, которые, на все состояния энкодера, которые были. На все наши последствия, на весь процесс чтения, как бы, так сказать. и для каждого момента чтения решаем вот это слово, оно было, но важно для текущего перевода или нет, для текущего слова, который будет генерировать или нет. Вот. Ну и получаем такую развешенную сумму вот этих состояния энкодеров и каким-то образом далее подмешиваем их в состоянии декодера, ну, например, просто конкатенируем. Можно еще что-нибудь делать по сумму. Ну и так мы проделываем на самом деле для каждого нового состояния декодера, да, то есть вот здесь вот мы получили на выходе декодеры, подали сюда, опять же, посчитали новые какие-то attention scores с теми встами состояния энкодера, подали сюда, подмешали, получить новый выход и так далее. То есть проделываем ту же операцию, вычисляя для каждого состояния декодера свой вектор внимания. Так, немного расскажу о конкретных результатах, почему подход к вниманию стал таким важным, популярным, потому что он дает реальный прогресс в решении каких-то задач. Ну, в частности, задача перевода здесь показана. Значит, во-первых, что позволяет, что дает внимание, механизм внимания, он позволяет хорошо инкрутировать модель, что-то довольно редкое в ситуации в нейронных сетях. Здесь изображено, опять же, для задачи перевода, скажем, английского языка, французский, французский, вот эти самые векторы внимания для каждого состояния декодера и каждого состояния энкодера. Эти самые веса. Да, ну, можно, например, смотреть на слово путь европеен, наиболее важное слово на английском языке такое же европеен. То есть, нейронная сеть сама, на самом деле, научилась ставить соответствие каждому слову из одного языка, а слово из другого языка. И тут даже можно видеть, что в некоторый момент у нас последовательность слов в английском языке и в французском меняется на противоположное вот это вот эти три клетки идут в другом порядке. Да, ну и главный результат это то, что, ну, как я раньше говорил, обычные рекурятные нейронные сети деградируют с ростом длины последовательности. Здесь это изображено эти три графика это обычные регурятные сети без механизма внимания и с ростом длины последовательности качество сильно падает. Заглавление внимания ситуация намного лучше, существенно лучше, он просто выходит на плату. Не страдает качеством. Значит, что на этом этапе хочется уже отметить, что механизм внимания можно применять для любых данных при состоянии последовательности векторов, совсем не только для очистного перевода. Например, скажу, как у нас в Байкале, мы тоже представляем каждое срабатывание детектора, кодируем его пятью числами, заряд протекший через фотоумножитель, три координаты, время срабатывания. И наше событие это просто набор таких хитов, последовательности таких хитов по времени. Там это вполне применимо. В других задачах тоже уверен, это можно придумать, как применить. Второе, сама идея внимания вполне актуальна не только для в целом для физики, не только для текстов ее можно использовать. Потому что важность отдельных сигналов или каких-то срабатываний может быть разная задача. И механизм внимания позволяет сети быстрее выучить нужные паттерны, нужные причинно-следственные связи между срабатываниями, не фокусироваться на лишнем. Это я еще потом обсужу. По следующему слайду есть, можно? Да, давайте. Почему при маленьком количестве токенов у нас понижается скоринг? Потому что не всегда получается правильно перевести слова, ну скажем, какие-нибудь крылатые выражения, которые очень короткие, но вне контекста они могут быть переведены совсем неправильно. То есть есть такие ситуации. То есть есть какая-то оптимальная последовательность, в которой присутствует и контекст, и каждое поддельное слово можно переводить и сеть это хорошо умеет умавливать. То есть вот, сейчас я так к другому скажу. Вот представим, у нас есть просто одно, ну да, у нас есть просто одно слово, которое можно перевести многими разными способами с одного языка на другой. Невероятная система выбирает какой-то один из этих способов. У нас там, допустим, теста выборки сказано, что она переводить на самом деле вот так, вероятнее всего. Здесь есть какая-нибудь такая неопределенность в самом начале. Нет контекста для слова. Так, что это такие пророжившие выводы, я еще их потом обсужу. Когда мы рассмотрим следующий вопрос, значит, я показал, как мы attention применяем в задачах последовательности перевода в последовательность сек-то-сек, сек-то-секвенес, значит, в принципе, описанный подход уже можно обобщить такую задачу не генерации последовательности, а какую-нибудь задачу классификации или грессии, если мы будем сохранять, например, только первое состояние декодера, вот этот первый вектор, и потом его как-то преобразовывать. На самом деле, что-то похожее применяется в следующем механизме, в следующий шаг, это self-attention, значит, этот механизм в самом деле лежит в основе архитектуры трансформеров, но он полезен сам по себе, а не только как часть трансформеров. Для физики, я думаю, он даже более актуален чем сама архитектура трансформеров, потому что, ну, я схожу из того, что трансформеры это как раз-таки решение всех, кто всех задач. Так, ну, давайте немножко поговорим про self-attention. Значит, зачем вообще это нужно? Представим, что нам дано, опять же, на примере языка, дано предложение. The animal didn't cross their street because it was too tired. Значит, можно задаться вопросом, вот мы как люди можно задаться вопросом, к чему относится слово местоимение it в этом предложении? Ну, казалось бы, понятно, что это местоимение, оно заменяет слово за animal. Вот, и мы хотим, чтобы наша сеть с помощью self-attention ассоциировала вот это слово it и слово animal. Ну, self-attention как раз позволяет строить такие связи между словами одного предложения, между элементами одной последовательности. Говорить, для каждого элемента последовательности говорить, какой из других элементов для нее наиболее важен. Вот такой день мы хотим реализовать. Ну, и здесь, например, представлена визуализация того же самого. Уже работает self-attention, значит, мы смотрим как бы из слова it на все слова, которые у нас были в предложении, ну, наиболее жирными линиями тут показаны связи, наиболее важные связи. Вот, ну, видно, что на за animal тут наиболее жирные линии проводятся. Вот. Это такое на общем уровне. А на чем это тренировалось? Вот это вот. Вот эти веса как получились? Вот я сейчас как раз хотел перейти к технической части, где буду рассказывать про сам механизм self-attention. А, просто на каком наборе надо было научить его? Это же расскажите. Сейчас скажу. По сути, нам просто нужно сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это зависит от конкретной задачи, да, если мы говорим про модель перевода, то у нас есть начальный текст, конечный текст, у нас есть какой-нибудь лосс, который меряет расстояние между, на самом деле, переводом и тем, что получился. И модель научается подбирать вот эти веса правильным образом, чтобы для данной задачи просто могут быть разные важные связи. То есть, чтобы вот это нарисовать, вы взяли какой-то готовый модель типа GPT? Чтобы это нарисовать, я обратился к хорошему блогу хорошего человека, про который чуть позже тоже скажу, у меня будут ссылки. Да, да, но он-то он-то взял для этого что? Вот этот человек. Я так понял, он реализовал свою архитектуру трансформеров, в которой все это проделал и заодно показал вот эти связи. трансформеров. Вот, и тогда снова вопрос, на чем он натренировал? Наверное, Алиперт, можно это понимать так, что вы хотите сказать, это то, что мы хотим достичь, а то, чтобы ассоциировалось, а как это достигается, вы рассказываете дальше или дальше? Да. Давайте тогда. Будет-будет. Да, хорошо, давайте. Это пока не результат, это то, чего мы хотим достичь, я просто показываю, как это должно работать. Вот, и сейчас я детально объясню, что такое self-attention и как его конструируем. Значит, представим, что мы получили на вход просто два слова, такое предложение thinking machines. Ну, каждый из них, каждый из этих слов мы можем представить в виде вектора фиксированной дмэй, да, если мы работаем не с текстом, то у нас, например, сразу вот эти векторы фиксированной длины получаются. Можем с ними сразу работать. Далее мы хотим закодировать информацию вот в этом тексте thinking machines, используя self-attention, чтобы потом на этой основе решать свои задачи для строить сеть. Значит, для этого нам понадобится целых три новых сущности, вот такие абстрактные, это три вектора query, key, value, ну, может перейти как запросы, ключи и значения. Пока это просто векторы произвольника длины, но одинаковые для всех, которые мы как-то инициализировали. Значит, эти векторы помогут нам разобраться с тем, как все работает. Мы создаем такую тройку для каждого слова в нашей последовательности. Скажем, вот у нас есть слово thinking, мы создали для него q1, k1, b1. Slow Machines, q2, k2, v2. Ну, просто сранее скажу, что от этих векторов мы на самом деле получаем умножение матрицы весов, которых будем обучать, на входной вектор. Скажем, мы умножаем матрицу весов для q на вектор x1, получаем вектор q1. Умножаем ту же самую матрицу на x2, получаем вектор q2. А введение вот этих матриц сильно важно? Я могу использовать сами бэддинги и как-то считать их скалярное произведение, чтобы считать самовнимание или без этого будет заметно хуже? Я на самом деле не видел. В региональной статье используют именно вот эти матрицы весов. Но мне кажется, это просто правильный способ посмотреть из каждого элемента последовательности на каждый элемент последовательности. Сейчас я поясню, почему, и, может быть, еще обсудим. Так, значит, вот мы их создали. На втором шаге мы вычисляем собственные скорые, да, эти очки внимания. Значит, еще раз скажу, скажу так, вектор q у нас играет роль вектора запроса, вектора источника, он указывает из какого слова мы смотрим на текст и считаем внимательно. Скажем, вот для thinking у нас вектор q1, да, а вектор k указывает, куда мы смотрим из данной позиции. То есть, если мы для слова thinking берем вектор k1, это значит, что мы смотрим из thinking на thinking. Если мы берем q1 и k2, это значит, что мы смотрим из слова thinking на слово machines. и просто вычисляем скажем, dot product скалярное произведение от этих векторов. q1, k1, это филькин само собой насколько важно, q1, q2, это то, насколько оно важно с machines. Это слово machines связано. Альберт, а можно еще матрицы показать на прошлом сайте? вот WVQ и WVK и учитывая, что мы вычисляем только скалярное произведение, зачем там нам две матрицы? Они же фактически нажат друг над руком. Сейчас, мы хотим получить из одного вектора бейнга два разных вектора, скажем, запросов. мы этого не хотим. Мы хотим скалярное произведение там посчитать. То есть, вот то скалярное произведение, которое дальше, это единственное, что будет использоваться. Вот это q умножить на k. Соответственно, это WQ умножить на x, WK умножить на x житое, там, транспонированное. У нас получается просто две матрицы, и эти матрицы, они же наполнены произвольными весами, это усложняет нашу модель, что у нас две матрицы. Вот почему так? На самом деле, мне кажется, так не будет теряться какая-нибудь. Если мы возьмем одну матрицу, это будет слишком симметрично. То есть, мы будем смотреть из финки на машин точно так же, как из машин на финки. Вот там, они же... Сейчас, я, на самом деле, не особо над этим думал, но кажется, это так. То есть, мы меняем порядок перемножения разных матриц и получаем разные скорые для просмотра из финки и наоборот, из машин с финками. это зависит от того, симметричная матрица или несимметричная. Если у вас несимметричная матрица, то, ну, вот это произведение, ну, W, X, W, X, у вас будет несимметричная, если матрица несимметричная, собственно говоря. То есть, вы сдавите некое скалярное произведение, причем, это self-attention, то есть, в этом смысле, вам нужно только скалярное произведение задать на наборе, причем, несимметричное скалярное произведение, как я понял. Ну, окей, можно несимметричное задать. Я просто этот момент вообще не понимаю. Сейчас, секунду, подождите, там же эти матрицы применяются к разным векторам. Мы применяем матрицу Q к текущему слову, на которое мы смотрим, а матрицу K мы применяем к слову, к которому мы обращаемся. Да, ну, конечно, в итоге мы получаем конгломерат такой, в котором, ну, это некая замена скалярного произведения, там просто два вектора и две матрицы стоят. Это не эквивалентно, тому, что сделать эту операцию просто с одной матрицей. Я хочу сказать, что нам вот эти сами векторы Q и K они не нужны. Их нету. У нас только скалярное произведение используется. Да, на самом деле это так. Да, хороший вопрос. Я сам о том что-то задумался. Наверное, в чем-то вы правы. Я еще над этим разбираюсь. Нет, я не обязательно прав. Я не понял просто. Я просто почитал и я не понял. Не понял. Хотел просто понять. Да, но мне кажется, что это имеет смысл. Я разбираюсь тоже. А можете объяснить проблему? Я не понял, что не так. И можно вопрос, который может быть важен. После матриц Омега есть нелинейная активация или нет? После матриц Омега там будет делаться софтмакс, например, чтобы считать те же самые веса. В общем, я сейчас дойду до этого момента. Просто если есть нелинейность, то тогда просто к перемножению матриц все это не сводится. Мне кажется, то есть иметь в виду, что умножаем ВКУ на Х1, допустим, и не просто получаем вектор КУ1 после конь активации. Ну да. Ну, наверное, это можно сделать, но это в оригинале кажется не было. Ну, я не видел, я не помню такого в этой, ну, в статье там оригинальной я такого не заметил. как модификация может быть использована наверняка. Итак, еще разок. Мы получаем наши вектора КУ1, КУ2, КУ1, КУ2, перемножаем соответствующие на соответствующие, получаем очки внимания каждого слова для каждого слова. Ну, здесь вот на примере Finkin, 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 Finkin's Machines. Ну, далее тут для, на самом деле, технических моментов, как я понял, делится на корень из-за размерности векторов К, но здесь делится на 8, потому что в региональной статье размерность вектора К, количество ключей было 64, длина ключа была 64. Просто делится на вот это число и делается активация сот в максимуме. То есть, мы, по сути, здесь вот на этом моменте считаем веса. То же самое, что было в обычном внимании, мы посчитали веса каждого слова для каждого слова. И здесь уже вступает в игру третий вектор. Умножаем этот softmax на vector values и суммируем все вот эти вектора v1, v2 и так далее с вот этими весами, которые мы получили после softmaxа. Учем такую известную сумму под каждым как бы словом, да, для Finkin включили вектор внимания z1, который смотрит на весь текст. до слова машин получили вектор за двор, который тоже смотрит на весь текст. Вот. Получается, из каждого слова мы просканировали текст, получили вектора. такие внимания. На этом слайде еще раз просто представим все шаги, которые были проделаны. Тут комментировать, наверное, не надо пока что. Если здесь есть вопросы, можно задать. Сейчас, я, наверное, хотел бы вернуться к вопросу Григория Игоревича. Ваше утверждение в том, что то, что спрашивал Григорий Плотников, в чем именно ваше утверждение, что вам кажется излишним? Григорий, да? Мне, да, ну, лишнее, то, что там нам фактически нужно задать одно скаляное произведение. То есть, если мы говорим не про attention, а про self-attention, когда мы говорим про attention, то Q и K из разных сетов. Если self-attention, то Q и K, они, на самом деле, из одного и того же набора производятся. Соответственно, нам, все, что нам нужно, это нам нужно задать скалярное произведение, то есть, такую бинарную операцию над, соответственно, векторами x и и мы задаем ее с помощью двух матриц. То есть, это довольно странно. Люди просто забыли, наверное, что можно проще, либо им было лень, у них был написан уже код для attention, они просто подставили туда одно и то же, и у них остались просто две матрицы и лишние параметры. Это неправда, я постараюсь, может, я смогу ответить, у нас, еще раз повторю, мы смотрим, например, на текущий объектор, хотим посчитать attention для текущего слова, мы для этого смотрим на другое, там, соседнее слово. И для себя мы используем одну матрицу, а для другого слова, к которому мы обращаемся, мы используем другую матрицу, Q. То есть, здесь идея в том, что мы используем разные матрицы, в зависимости от того, мы считаем для себя некий score-in-bidding или считаем для другого слова, которое мы хотим посчитать attention. Но то, что вы говорите, это то, что не симметричная операция, но вы все равно делаете операцию не симметричную над двумя векторами X. Ну, то есть, представьте, что вы хотите рассказать это не вводя Q и K, ну, не рассказывая про Q и K вообще, а просто вот убрать строчки Q и K и скалерное произведение написать через X. Потому что, ну, это, скорее всего, просто рассказ. А у нас вот есть скалерное произведение, его можно через X выразить. Да, если угодно, давайте я покажу еще вот такую картинку. Здесь вот просто математика того, что происходит на самом деле. Вот, сейчас, вот здесь вот, я просто хотел дальше рассказывать, почему, как это можно векторизовать, да, я думаю, всем примерно понятно. тут у нас этот стек из векторов который кодирует нам финкинные машинс, мы умножаем на матрицу весов, получаем, ну, по сути, матрицу векторов Q, матрицу векторов K, матрицу векторов B. Вот то, что говорит Григорий, это действительно, что, значит, вот эта операция того, как мы считаем attention, здесь вот, если вот эти Q и K раскрыть по вот этим формулам, действительно видно, что здесь у нас X на омег, на матрицу весов, и здесь та же матрица весов на X транспонирована. То есть, просто такое произведение двух матриц весов, почему не сделать ее одной матрицей, это я так понимаю. Да, да, именно так. Ну, действительно, да, наверное, можно. Ну, да, понятно, почему это нужно для обычного attention, для self-attention, можно так упростить, да, что-нибудь сделать одну матрицу. Ну, хорошо, я бы сказал, я пока с этим подумаю. Эти слайды я буду зачитать рассказал. Ну, здесь еще просто скажу, что видно, что веса модели не зависит от количества слов в последовательности, да, мы можем сдать два слова, три, четыре, вот, и получать, нажать на постоянную матрицу весов, получать там два, три, четыре векторов ку-кайбе. Вот, ну, здесь опять же это все математика. Ну, и ровно такое представление, да, у нас кодирование текстов, что мы сделали, по сути, мы кодировали в нашу последовательность в виде этих ветров внимания, и такое вот кодирование, оно и лежит в основе всех этих моделей текстов, и сейчас транспорда. Так, значит, то, что мы сейчас получили, эти три матрицы весов, три набора векторов, называют голову внимания, head, возможно, потому что она за нас думает, но никто не запрещает делать по одной сети несколько таких голов, получать несколько разных матриц Z на выходе, вот, и это может быть полезно, потому что каждая такая голова может думать о внимании в своем смысле, подробнее как-то просто реализовано, вот у нас есть наш родной вектор X, мы считаем по одной голове по одной такой посредистии, которую мы, собственно, прошли Z0, Z1, Z7, то есть 8 голов у нас, и дальше вот эти матрицы внимания, которые мы получили на выходе, мы просто, например, конкретируем одну большую сосиску и умножаем еще на одну матрицу весов нужного размера, таким образом мы как бы агрегируем информацию со всех голов, про все внимание в одну компактную матрицу Z. Значит, вот на этом слайде еще раз это все показано, просто красивая картинка, да, у нас вектор X, получаем 7, пускаем через 8 голов получаем 8 разных Z, умножаем на одну матрицу, получаем одну матрицу Z. Вот эти веса по они тоже обучаемы. Ну и такая система называется multi-hat attention. Вот в трансформерах такие вот слои multi-hat attention, они применяются друг за другом как энкодеры. Ну это еще похоже. Значит еще пару слов про то, зачем нам нужно много голов. Вот это наша старая картинка, это слово id, мы смотрим на все слова, и вот здесь на самом деле слева изображена только результат работы одной головы, внимание с одной головы, вот оно указывает, что id связано с анимой, как местоимение. Но на самом деле мы можем думать о id как, скажем, подлежащем предложении id воз тут это, часть предложения. И вторая голова может сваривающийся именно на этом, то есть условия связи между подлежащими способами id tight. Здесь видно, что связано. Таким образом, каждая голова когда решает свою задачу, отвечает на свой вопрос. Еще немножко о том же, вот у нас есть такое предложение, i kick the ball, ну рассмотрим просто одну голову. Она делает например, это просто это картинка для головы из головы в воображении, как это может работать. Из слова kick the ball мы смотрим на все слова i kick the ball и видим, что она связана с i, как бы отвечает на вопрос, кто? Kicked, кто? Я. Ударил по ничью, кто? Я. Вторая голова смотрит, отвечает на вопрос, что сделал? Kicked, кикт, ну почему-то так. Третья голова скажем, ударил что? Мяч, kick, почему-то духу, наверное, шмот был. Так, это вот такая мотивация, зачем нам нужно много голов, почему это хорошо работает. Значит, зададимся еще следующим вопросом, да, вот мы получили, скрестили результат работы нескольких голов, получили на выходе матричку внимание Z, что можно здесь сделать дальше, какие задачи с помощью нее решать. Ну, ее можно использовать как такую кодирующую вещь, подавать, закодировать ей нашу входную последовательность, подавать там на вход следующим сетям, плодосвязанным сетям, добавлять сложности, нелинейности, решать дальше задачи. Можно подать декодеру на выход, на вход декодеру, чтобы он генерировал выход, то есть это может быть машинный перевод, сегментация данных. Можно делать в каком смысле даже сразу агрегацию из этой матрички внимания макс-пуллингом, речь-пуллингом или там как-нибудь еще, получать одно несколько чисел из этого представления последовательности. Таким образом можно решать задачи регрессии, скажем, получать информацию энергия в углах прилета частиц, вот как у нас на Байкале или в любых других детекторах устанавливать что у нас устанавливается, энергии частиц прилетающих. Можно решать задачи классификации всего, все последовательности как целиком, получать там скажем, в детекторах от какой частицы произошел этот след и так далее. Да, вот на этом этапе еще можно отметить, что стоит отметить такие промежуточные выводы. Часто, как я говорил, даме, хоть внимание применяется, можно применять для любых последовательств векторов, не только для текстов, как я здесь показывал, просто на тексте это очень хорошо понятно. Self-Attention как бы кодирует последовательность по элементам собой-себе, самой-собой, и сеть может научиться выявлять причины следственной связи в сигналах приборов с одной последовательности данных. Например, у нас в хитах Байкала для решения каких-то конкретных задач. И Self-Attention позволяет решать задачи не только последовательностью последовательности всех-то у всех задач, но и задачи регрессии классификации. Так, есть ли у нас еще время? Могу ли я что-нибудь рассказать про трансформеры? Да, я думаю, время есть. Все, супер. Сейчас, секунду. Потому что, кажется, мы там 50-40. Нет, я говорил от 40 до часа 20, это как вы там сможет. У меня в вопросе просто пропустил как-то пока думал о другом. Пример, как, ну не то, что пример, объяснение, как с помощью Self-Attention можно делать не последовательность последовательности, а любую регрессию. Ну, по сути, то, что я здесь написал, это вот мы получили наш выход в виде Z, в виде такой матрицы внимания, которая кодирует нам всю последовательность целиком. не то, чтобы с помощью Attention дальше можно получить просто одно число, можно использовать Attention как энкодер, а потом это энкодер переобразовывать в одно число каким-то образом. Вот здесь я, например, сказал, что можно делать агрегацию, делать Max Pooling или Everage Pooling. Вот этой последовательности по оси времени, вот и дальше просто скачать через полно-связанную нейросеть, например, или что угодно, еще что-то тестом одно число. Z это сшитый вектор всех затытых, да? По сути, да. просчитать. Ну, на самом деле еще используется добавление специального токена, то есть добавление последнего, например, либо самого первого вектора, который можно считать финальным вектором, с которым мы получаем информацию для нужных нам задач. Вот как раз для всяких ГПТ-шек, Бертов, ну, моделей, которые связаны с трансформерами, используют такие вещи, как добавление специальных токенов под задачи. Можно как раз добавлять для классификации текста, хороший он или плохой, и правдивой информации нет, его можно спокойно использовать для регрессии. Сейчас, а можешь еще раз пояснить, что ты имеешь в виду, то есть в каком месте надо воткнуть вектор, чтобы по нему получать число? Ну, представь, что у тебя вот как раз есть та же самая последовательность, но давай говорить так же про, ну, по аналогии с текстами. У тебя есть какое-то предложение, оно, ну, у тебя каждое слово в виде какого-то embedding, то есть представления в виде вектора. Ты можешь добавить просто какой-то, ну, вектор в конце, скорее всего, инициализировать его как-то случайно либо фиксированно, не знаю, честно говоря. У тебя все проходит через intention, через кучу слоев, у тебя на выходе другая последовательность, преобразованная. Ты говоришь, что я хочу по факту лосс считать именно по самому последнему токену, который я хочу, чтобы он отвечал за конкретную задачу. То есть, ты вот берешь самый последний токен, он как-то сегрегировал информацию со всей последовательности, и ты хочешь, чтобы он представлял с собой какую-то информацию о тексте. типа это положительный, это текст отрицательный как отзыв, ну, ты вот можешь уже только его бить по своему лоссу и обучать сетку на какую-то конкретную задачу. Ровно так же здесь можно добавить в конце просто вот токен, который отвечает за, ну, в нашем случае, ну, в твоей задаче, например, за классификацию это миона событий, миона или нейтрина. Можно добавить вообще еще один токен, который говорит, какой здесь был угол, можно добавить еще один токен, какая здесь была энергия, то есть можно добавлять специальные токены под отдельные задачи. Если хочешь, могу потом скинуть эту статью. Ну, да, это будет полезно, лучше прям в группу, наверное. Вот в чат, в Телеграме или вот здесь в чат будет полезно. Я правильно понимаю, что добавление токена, это все равно, что мастер-вершина для графовых сетей? Мастер-вершина это же все-таки обычно какая-то агрегированная информация. Ну, по факту да. Ну, по факту да. А зачем нам тогда все остальные как бы ячейки внимания, если мы последний вектор смотрим? Ну, изначально же просмотра для секта-секта задачи, поэтому обычно, ну, и вообще тебе на всех промежуточных стадиях же все равно нужны промежуточные значения. всех токенов, поэтому ты как бы оставляешь. Тут как бы задача, тут просто как ты хочешь сам обучать. Ты хочешь, чтобы агрегированная информация со всех токенов давала тебе чиселка или вот просто одно? Ну, да, полезная техника, наверное. Тут, наверное, сильно зависит ее польза от конкретной задачи. Да. Просто в текстовых задачах можно просто самому конструировать, какие задачки ты хочешь делать. Там как раз за счет этого ГПТшки все и выстрелили, потому что можно ставить какое угодно количество масок и как угодно все обучать. А здесь у нас все-таки конкретные задачи, но можно их использовать как раз для каких-то мультизадачных сеток, как я уже говорил, классификации, регрессии, одновременно и так далее. Можно я спрошу такой вопрос иначе. Есть ли какое-то обоснование на пальцах, почему делать предсказания по дополнительному токену полезнее, легче, чем через агрегацию по фитфорварду? Есть какое-то такое понимание, чтобы знать, для каких задач это может иметь смысл, для каких это заранее не имеет смысла пробовать? Честно говоря, сейчас ответить не могу, как-то прям аргументированно могу только порассуждать. А если порассуждать, то во всех пулингах у нас все равно есть проблема в том, что мы начинаем регулировать информацию уже в зависимости от размера поступающей последовательности, а тут у нас какая-то конкретика все-таки есть. Хотя последний токен тоже будет зависеть от длины последовательности. Я думаю, что это можно просто рассматривать как какие-то независимые способы получать желаемый результат. И думаю, для конкретной задачи это можно просто сравнивать. Так же, как забегая в мою задачу по графу, у меня также в конце я использую агрегацию. Почему у меня Max Pool сработал лучше, чем Average Pool, я не знаю. Но это показал эксперимент. То есть тут все-таки думаю уже вот каких-то предпосылок для предпочтений я не могу дать. Спасибо. Вот я еще хочу к этому добавить. То есть это немножко похоже в добавлении этого одного токена, который на все обуславливается на все ведущую последовательность. Внимание. Немножко похоже на то, что я здесь написал. То есть что можно пропускать вот этот Vector Z, как тоже последовательность векторов Z1, Z2 и так далее через RNN и сохранить у нее только последний вектор. То есть всего рода гренирование информации. Ну вот, давайте пока с этим не закончим. Давайте я немножко расскажу про архитектуру трансформера, как она есть. На самом деле мы уже все, что нужно. Трансформы это будет просто производные от self-attention. Значит, посмотрим опять же трансформеры на примере задачи sec-to-sec и ввода текста, потому что она ровно так и стремнировалась в статье для решения сек-to-сек задач. Значит, внутри трансформера у нас есть блок, состоящий из энкодеров, блок, состоящий из декодеров, пропускается изначальный бут через энкодеры, потом через декодеры, получается алк. Все понятно. Этих энкодеров и декодеров может быть очень много. Целый каскад энкодеров, целый каскад декодеров, особенность в том, что на каждый декодер мы всылаем сигнал с последнего энкодера. сейчас декодер обусловливается на последнее состояние энкодера. Значит, посмотрим на энкодер вблизи, технические детали внутри него. Значит, с чего он состоит? Внутри он состоит из блоков self-attention, установок multi-hast self-attention. Ну, здесь просто буквально по словам показано, что происходит. Вот у нас есть вектор x1 мы подаем его, получаем z1, x2 получаем z2, x3 получаем z3, подаем на вход одной и той же с одним и теми же весами на связанные нейронные сети и получаем на выходе какие-то новые представления вот этих наших весов внимания. еще чуть ближе. Можно вопрос сразу же? Да. Предыдущий слайд. Вот здесь. Я же, в принципе, в качестве x-ов могу подавать совершенно не обязательно последовательность, правильно? А, но если я говорим про сформе, это последовательность и последовательность. Да, я понял, все, извините. Ну, вообще, нет, есть вообще не на всякие там, ну, self-attention, есть вообще не self-attention на двумерные картинки, не только на последовательности, одномерные, но я об этом здесь не рассказываю. Но я имел в виду скорее задачу, что мы передаем какие-нибудь физические параметры в духе температура, угловая скорость и так далее, и с помощью self-attention находим наиболее важные и так решаем задачу дальше. Нет, а вот эти, эти параметры, они должны быть записаны там в одном векторе в виде того же бейдинга, даже представление как бы чего-то, какого-то одного события во времени. Так, ну хорошо, теперь еще поближе посмотрим на энкодер, тут технические детали, здесь не только применяется просто self-attention и field forward, на самом деле там еще много чего интересного, это, во-первых, применяется позиционный энкодинг, про него я не смогу рассказать сейчас, применяются достаточные связи, чтобы решить проблему затухающих градиентов, например, ну просто полезная техника, и применяется нормализация, ну layer в данном случае, ну это просто разные фишки для сетей, и так далее, теперь посмотрим как выглядит все со стороны декодера, вот у нас есть несколько таких энкодеров, но на рисунке только два, посмотрим, что есть внутри декодера, внутри декодера почти все то же самое, то есть self-attention, нормализация и достаточные связи, feed forward, нормализация, достаточные связи, но добавляется еще один новый блок, это энкодер, декодер attention, но по сути нужно сказать, что это то самое обычное внимание, которое мы рассматриваем в самом начале, когда мы из энкодера, состояние энкодера, смотрим на состояние декодера, считаем там дуса и так далее, это прямо новое. Сейчас, начальное состояние декодера инициализировано чем? стартов секвенс какие-нибудь плюсики, стартов секвенс, кто-нибудь вроде этого. Сейчас, там это последовательность последовательность мы хотим получить, правильно? Каждый декодер выдает тоже последовательность или каждый декодер увеличивает длину условно там на единичку? Вот, это я сейчас тогда скажу. Значит, еще раз про декодер, здесь вот показ на них как это работает. Входные данные на новом шаге, это сгенерированные им же слова на предыдущем шаге, то есть он генерирует новые слова по одному, по шагу. Вот, для этого он считает внутри себя attention только для тех слов, которые уже сгенерированы последовательности. Для этого там используется маска, то есть обрезание длины последовательности по тому количеству символов, что уже сгенерированы. Здесь он, скажем, сгенерирует символ i, подается на вход сюда, i генерируется m, подается на вход i, m, это считается attention только для вот этих двух элементов последовательности i, m, e и так далее. И так он происходит, пока не выдаст end of sentence, да? Да, да. Понял, спасибо. Кто может скажу для тех, кто не знает, что для генерации текстов используются два специальных токена, это start of sequence и end of sequence, значит, start of sequence энтециализирует нашу последовательность, он сам к себе ничего не означает, он дает сети понять, что пора генерировать. А end of sequence, он говорит сети, что пора заканчивать, и после него генерация прекращается. Так. Значит, что я еще не сказал, но по сути про трансформеры это все, то есть это просто энкодеры и декодеры, в которых сидят multi-head attention и просто attention. Еще раз скажу, трансформеры это всяк-то-всяк модель, состоит из multi-head attention в энкодерах и декодерах. Она на самом деле очень мощная, она перенула весь мир млп, машина перевода, потому что хорошо позволяет улавливать сложные зависимости в тексте, при этом не деградирует при росте длины текста. Как раз те самые преимущества внимания. Ну, из них насадков она действительно требует много памяти, потому что мы там создаем много матриц весов, много раз их перемножаем. Это все довольно дорого вычислительно. Да. Так, ну, давайте сделаем общие выводы, что можно внести с собой. Значит, сам вся механизм занимания это, по сути, подсчет весов, подсчет весов, который показывает значимость элементов последовательностей друг для друга. Self-Attention это тоже подсчет весов, только для одной и той же последовательности. Это универсальный сильный подход. Он позволяет решать качественные задачи как сек-то-сяк, так и просто регрессии. классификации. Трансформеры это некоторые производные отца подачи. Обведенная до ума и предназначено решение практических комплектных задач. Еще раз повторю, можно обрабатывать не только слова предложения, обрабатывать любой ряд временной векторов, в которых есть подозрение, что пятый вектор может быть обусловлено первым вектором. или шестой как-то может третьим условия. все очень это может быть очень полезен для этого. Значит, что я не рассказал из того, что нужно было рассказать. это про технику позиционного лонкодинга. Скажу в двух словах, что это способ понять self-attention, насколько далеки друг от друга по позициям первый вектор и десятый вектор. Потому что мы ожидаем, что данных у нас последний вектор может быть обусловлен на первый вектор, но это очень маловероятно. Это информация, что первый вектор и десятый далеки друг от друга, это может быть очень полезно. Альберт, а почему можно вопрос по позиционному? Почему нельзя просто позиционный энкодинг 1, 2, 3, 4, 5 вот так понумеровать, а там делать какой-то хитрый синус? Вот так это и делается, хитрый синус. Ну, нельзя просто подавать 1, 2, 3, 4, 5 то, что мы хотим нагрировку, а там делается хитрый синус. На самом деле примерно так это и работает. Почему? Я же могу просто понумеровать 1, 2, 3, 4, 5 все свои и нот нормировать, то есть логика в том чтобы например если у вас предложение находится оставить трех слов от другого я это в короткое предложение длинным чтобы это дистанция была одинаковая да 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 но этот синус он не портит того что там какие-то далекие слова вдруг случайно будут интерпретировать кого-то не близко насколько я знаю нет без не сейчас математически строго почему и так потому что интересно тем потому что это новая штука то есть ну как бы какая-то вещь которую мы не знали раньше вообще как же так кодировать позицию какой-то странной формулы там вроде несколько синусов применяется как раз чтобы не возникло что какой-то дальний элемент рассматривается как близки но я могу очень сильно ошибаться это по такой старой памяти больше одного симуса это вообще невозможно так легко воспринимать поэтому действительно нужно отдельно какое-то обсуждение или может каком-нибудь как-то это отдельно надо посмотреть на это подумать на у меня есть там в приложении пара слайдов про это было там совсем так ну то что еще не рассказал это то что салатанович можно общать на последовательности картинок вдруг нам векторов ну какие-то конкретные применения физики просто на самом деле не успел подготовить к сожалению ну например вот есть такой хороший обзор применения в астрономии трансформеров для обработки сигналов разных телескопов ну просто механизм внимание на самом деле только трансформеры вообще это же еще хочется сказать что я видел раз термин трансформеры как в смысле того который я говорил что это все кто сек модель целиком еще я видел термин трансформеры видео сейчас назад немножко покажу виде просто вот такого блока энкодера то есть вот из такой блок энкодера тоже называют трансформером сам по себе так ну наверное на этом у меня все можем еще что-нибудь пообсуждать спасибо за внимание такой вопрос где-то читал что трансформеры обладают лучшим распараллеливанием в отличие от обычных рекоррентных нейронных сетей если мы будем делать энкодер и декодер в виде просто рнм то у нас гораздо медленнее будет обучаться модель потому что мы не сможем ее распараллелить вот это ты кажется как-то не поднял ну на самом деле это можно понять ну да это не проговорил спасибо сейчас говорил про представление вот виде перемножение матриц векторов да то есть ну по сути это понятно почему потому что в self-attention все что мы делаем это считаем скалярные произведения там вектор на вектор с каким-то ядром в виде матрица это все очень хорошо распараллеливается каждую если голов несколько это каждая голова независимо это делает тоже хорошо распараллеливается до регулярной сети на вынуждена считать то есть внимание увидит как бы все последствия целиком целиком считает все эти веса все эти внимание друг для друга регулярной сети она вынуждена идти по последствии там шаг за шагом рассматривать все обновлять свой вектор состояния обуславливаясь на новый input по слову слова на слову я посмотреть на все целиком можно еще раз перейти на страницу с полной архитектурой трансформеры так например здесь то есть если я правильно понял трансформер он сочетает в себе внимание само внимание и саму регулярную нейронную сеть то есть получается что мы механизм внимания пускаем на параллельные процессы а все-таки саму ирана придется делать последовательно сейчас не очень понял где здесь именно рнн здесь можно рассматривать как рнн только на уровне декодера когда он генерирует уже новую последовательность возвращая себе на вход то что сгенерал до этого сейчас вот на вот этой картинке на этой гифке в этом смысле да это можно рассматривать как рнн еще раз вопрос можно встретить а то есть на этапе энкодера получается мы рекуррентно ничего не делаем я правильно понял да 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 целиком подается последствия целиком преобразуется там расправили матриц электров дух и просто получаются матрица сразу окончен я понял спасибо если вопросы можете пожалуйста ближе где-то там где выводы больше такое мне кажется был вопрос на и забыл текст с выводами да она если я вспомню я спрошу что-то как-то вылетела спасибо альберт за обзор интересно было спасибо за интересные вопросы да наверное спасибо всем мне кажется хорошее начало поэтому отдельно спасибо альберту альберт вы хотели сказать по поводу материалов еще каких-то да сейчас я еще ничего пока не скинул но я скинул презентацию в которой ну в процессе на слайдах появляются ссылки на на собственно обзор трансформеров по которому я брал иллюстрации например выводах у меня есть ссылка на обзор по применение трансформеров астрономия за него кстати спасибо алексея ульянова Аминь.